В эти дни в окружной столице активно обсуждается благоустройство улицы Смедовича. Мэрия Наринмара и Департамент строительства ЖКХ энергетики и транспорта Нинницкого округа представили свои проекты по реконструкции центральной улицы города. Одни предлагают поделить улицу на несколько зон, в том числе семейно-парковую и административно-торговую. Другие – воссоздать исторический облик центральной части города, вернув деревянные дома. На днях в региональном отделении ОНФ состоялась дискуссия по этому вопросу. Представители высокого возраста, почетные жители города рассказали активистам ОНФ о том, какой они хотят видеть улицу Смедовича. Вопрос реставрации улицы Смедовича поднимался неоднократно. В 2013 году в Наринмар даже приезжали специалисты из Петрозаводска и Архангельска. Опытные архитекторы-реставраторы тогда заявили, существует несколько вариантов восстановления исторического центра. Один из них – по фото, когда здания отстраиваются заново. Тогда же проектное решение по улице Смедовича было представлено на рассмотрение общественности. Было принято решение на этих общественных слушаниях. И следующее, что надо улицу Смедовича оставить, сохранить те здания, именно сохранить в том виде, как они выглядят архитектурно, но с заменой новых материалов. Никто не возражал против этого даже. Планировалось, что уже к юбилею города в 2015 году улица Смедовича обретет свой первоначальный исторический облик. Но планам так и не суждено было сбыться. В этом году о реконструкции, благоустройстве пешеходной зоны, улице и прилегающей территории вновь заговорили. Мэрия Наринмара и профильный окружной департамент разработали свои проекты. Один из них представлен на официальном сайте администрации города. В основном парк, который занимает все место, тем более развлекательный парк. Он вообще не уместно здесь стоит с колесом, со всеми развлекательными вещами. Я считаю, что этот центр города, если и парк делать, то делать его такой более скромный, как парк отдыха небольшой вокруг этого здания спортивного. Известный в округе краевед Сергей Козлов убежден, в районе улицы Смедовича уместнее было бы разместить здание для выставочного зала и ЗАГСа, а территорию, где ранее располагалась контора Наринмару-Крыгаза, отдать Пустозерскому музею. Что касается непосредственно самой улицы Смедовича, большая часть присутствующих выразила надежду на то, что вдоль пешеходной зоны построят прототипы тех деревянных домов, которыми когда-то была заселена центральная улица города. Тут должно быть именно воссозданно то, что мы помним, чтобы иначе мы потом последователи знали, что вот такой у нас был Наринмар красивый. Конечно, там будут новые всяческие материалы строительные, не то, что было, кажется, крыс, может, там бегать не будет никогда у нас, но здания должны быть воссозданы, не какими-то клочками. Конечно, плохо было бы, если у Булли Смедовича была воссоздана вся, полностью. Добавлю, что такого же мнения придерживается и архитектор Галина Гуляева. Идея проекта окружного ведомства – воссоздать исторический облик центральной части города, вернуть на Смедовича деревянные дома, имеющиеся строения отреставрировать, а снесенные построить в том же исполнении. Оба проекта будут представлены на рассмотрение главе региона Александру Цибульскому и вынесены на общественное обсуждение. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова